приветствую вас дорогие зрители у микрофона григорий продолжаем играть в игру stranded deep и мы сейчас находимся на втором острове я хочу сделать здесь укрытие так мне нужны листья пальмы до укрытие нужно для чего для того хотя бы чтобы уже было спокойно записываться а то здесь пока я не могу нормально даже из игры выйти вот так все хорошо продумано что у нас обязывают делать вот такие действия так наверное я возьму вот эту пальму странно чё над сдвигается после того как вернее перед тем как я ударяю пальмы есть что хоть она меня не убивает так вырубим из нее куски чтобы добраться до листьев так и сейчас возьмем вот это бревно и оставшиеся листья нам как раз пойдут на укрытие так это мы берем так не понял что не дает нам взять как так хорошо он так одной ручкой все это поднимает конечно давайте расположим тут пока все эти бревнышки скинули да скинули и мне нужно вот вот это вот да листья получить ну что ж здесь наверно уже теперь я смогу сделать до укрытия вот как-то такой здесь наверно расположим не надо заходить в огонь потому что можно вполне обжечься вот пусть здесь стоит так что у нас с едой давайте наверно тогда выключим костер и поспим до утра так сейв сначала а потом слип так наступило утро что же нам надо обязательно пробежаться по берегу у нас воды нет да надо пробежаться обязательно по берегу возможно здесь найдется ведро так как на предыдущем острове но но странный подход к сбору воды мне тут вот не очень нравится что обязательно нужно второе ведро чтоб попить ну как-то это странно согласитесь что как хотите попить вам не нужно второе ведро вообще ведро не нужно и они тут конечно зря это придумали на мой взгляд лично мое мнение сейчас бы я взял в то то ведро которое у меня там осталось второе и здесь бы сделал бы водосборник а из-за этого я не могу не тот разобрать на детали хотя может быть кто то его и может разбирать но я пока не знаю как ударами топора я не добился нужного результата вот но тем не менее так есть кокосы это хорошо соберем сейчас кокосов да ну с кокосами ладно мы протянем еще конечно так а еще есть спрыгнуть то можно как нибудь а он может он может упасть наверно так вот на это я вижу то есть смотрите нужно все таки как то ориентироваться снизу чтобы удобно их было собирать давайте два кокоса хотя бы соберем да уж без сборщиков воды здесь беда просто но и со сборщиком то тоже особо не факт что будет лучше потому что если дождя не будет то и толку то так и эти два тоже возьмем а там даже три отлично все да уж здесь даже без зомби не так то легко давайте еще возьмем сразу от юки листьев потому что она быстрее просто вырастет и новых листьев нам даст здесь все очень хорошо растет как мы видели в предыдущей серии вот это да надо смотреть смотреть искать что здесь еще можно найти потому что ограничиваться этим пока никак нельзя даже крабов нет вот вот что меня пугает давайте все кокосы выкинем какой то улетел куда то да и сделаем из них что так очистили так теперь этот можно пить сразу все все сразу пробьем дырки поэтому как и как смешно у него да и действует смешно в планшу в нити кокосы птиц не упор я шучу но всякое бывает здоровье то хуже становится попили попили возможно здесь нужно днем находиться в тени я вот не уверен но вполне может быть естественно это да куда вы так разлетаетесь чокнутые что ли и меня все таки беспокоит то что он уже летел в рваных штанах в самолете мне это никак покоя не дает потому что такое чувство складывать что он знал о том что самолет упадет вообще как то это нелепо выглядело когда товарищ летит какой то в таком персональном почти бизнес джете в частном самолете и в рваных штанах сейчас то они конечно вписываются в окружении но тогда как это могло быть так возьмем деревьяху еще кокосы но пока нам вроде не надо да покушать мы конечно можем все таки так два кокоса нет да вполне себе три хватает зайдем и выложим наверное кое какое барахлишко здесь потому что зачем его таскать вдруг это еще как то влияет на энергию там да и скрафтить веревок наверное нужно все таки кокосики кокосики так продолжим исследование этого острова потому что мы не все еще о нем знаем хотя у меня складывается такое впечатление что он такой бедный этот остров что много о нем знать не получится ух ты смотрите кокос в шаговой доступности я его взять не могу ну ладно пускай растет сейчас мне это не актуально собирать все эти кокосы но будущем будем знать что здесь тоже есть так камень возьмем мне конечно нужны эти всякие ведра вот здесь должно быть что то должно быть однозначно вот только крабов нет вот это плохо в первую очередь нам нужны средства для изготовления водосборника остальное в принципе подождет брезент так плохо что я не могу я могу сам какой-то резервуар сделать так это мы возьмем сразу ой тут много веревочек я смотрю растет вот этих кэшет с трудом представляю как он из них плетет эти веревки но я понимаю из крапивы когда делают веревки это да там очень хорошие получается нить из таких листьев ну возможно конечно сушки ну давайте какой нибудь мне ведерочка или посудинку а самое интересное что я вот одно не пойму это весь крафт что это такое хардкейс ну спасибо что пустой это конечно здорово а я его могу таскать ладно бы я мог бы еще таскать вот жалко что конечно не могу его перенести так обломки кораблекрушения нашел но толку то ничего полезного пока ахахах боль и страдания так еще одна веревка а не даже лишнее набрал еще три мне надо тогда хорошо хоть камни 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 пригодятся но здесь о фрукт да отлично фрукт возьмем с юки тоже срубим потому что она быстрее вырастет только заново новая а может быть кстати здесь так сделано что то каждый остров он как бы имеет свою специализацию как бы он разный ресурс на каждом острове находится поэтому например где то есть что то есть смысл например здесь вот досок полно всяких а там я досок не видел сколько мы можем сделать этих теперь две так правильно ли я крафт что ведро ну пожалуйста дайте мне ведро так что у нас тут зафризилось далее в м м м м м м м м м Так ладно все хорошо конечно но возможно туда час придется спешить потому что Кто это? Это животное какое-то. Свинья. Еще одна свинья. Чего себе? Не знал, что здесь животное есть. Интересно, как они на этом острове выживают вдвоем? Эти свиньи. Наверное, здесь скучно очень. Так, ладно. Теоретически, это, конечно, источник еды для меня, но пока я не очень планирую прям уж так охотиться на них. Так, куда делись остальные? Вот они. Остальные веревочки тоже нашлись. Ладно. 8. Ну все. Все, я сейчас наделу этих веревок и пока крафтить не буду. Больше. Думаю, у меня их уже приличное количество, а мне нужно обязательно проверить вот это вот обломки кораблекрушения. Возможно, там что-то есть вот в воде. Конечно, я сомневаюсь немножко насчет этого. О, ящик, ящик. И не один, похоже. Набор инструментов. Мне показалось, что-то вылетело оттуда. Что ты будешь делать? Что-то, видите, вылетело точно абсолютно оттуда. Какой-то предмет. И все. Привет. Еще один тулбокс. Пустой. Ну, конечно, да. Зачем мне тут давать предметы, а не вылет... А, нет, вот он выпал. Мачете. Ничего себе, здорово. Ну ладно, хоть мачете получил. Хорошо, что хоть вернули. Который час у нас там? 14, 14. Так. Что ж, вернемся на наш остров. Так. О. Это зверушка эта. Несчастная. Да, вернусь на этот остров. Сейчас посмотрим, что мы еще можем там изготовить. Наверное, быстренько сейчас соорудим все необходимые приспособления для костра. Надо было, конечно, здесь, наверное, расположиться. Ладно. Слишком долго бегать туда. Кто знал? Да уж. Прилично я забрался. Звезды, по-моему, несъедобные все-таки. Так, картофель можно съесть, кстати. Ну, давайте посмотрим, что у нас... Можно подкрепиться кокосом. Так, камни. В чем дело? Так, палки. Скинули. Так, брезентуха скинули. Это сбросили. Здесь нужно где-то... Вот, почему коробку нельзя сделать? Вот взять ящик этот вот, в него положить все предметы нужные. Так, все веревки сюда пока. Давайте съедим фрукт. Нечего, я думаю, их держать особенно. Так, нормально. Нож, наверное, я здесь брошу пока. Да, именно так и поступим. С едой. С едой нормально. Можно тогда, наверное, скинуть здесь и еду. Частично. Да, и все можно. Я думаю, я успею. Мачете, да. Мачете, наверное, оставим. Топор, наверное, тоже возьмем. Так. Здесь нам нужно сделать... Камфая пит. Далее, сделать вот эту же ровню. Вот хобус тейф я не могу сделать. Смокер. А, это у нас коптильня. Ее что, нельзя что ли сюда поставить? Нет, сюда она не хочет ставиться. Так, отменим. Тогда мы сюда поставим вот эту вот. Так, да. Интеракт. Только я не знаю, как с ней взаимодействовать пока. Далее. Давайте коптильню мы тогда поставим вот там вот. На другом месте. Сейчас я отправлюсь... Так, сколько у нас там время-то? 16... Да, маловато. Вернее, многовато уже, наоборот, времени. Так, что мы можем сделать тут? Осталось там. Какая? Можешь, конечно, попытаться... Попытаться добраться туда. Ну, попробуем это сделать, конечно, но... Не знаю, успеем, не успеем. Кто, интересно, гребет? Если он в руках топор держит. Попытаться. Фух. Страдания, страдания. Ну. Пока не все так плохо, потому что в любом случае есть у нас еще запас... Еды, воды, в принципе, в желудке. Так, теперь надо главное не потерять этот остров. Так, остров-то вот этот вот, но... Тут... Так что здесь... А, ничего особенного тут нету. Да, уже вечер, вот в чем проблема. А, вот он. Давайте по прямой тогда к нему пойдем. Кстати, образует треугольник такой специфический. Так, остановимся на секундочку. Я посмотрю. Закат. Значит, запад. Ну, если они, конечно, тут ничего не намудрили, значит, запад. Это на юг, да? Смотрите, то быстрее, то медленнее. То ли течение, то ли это... Ой. Ой. Почти потерялся. В любом случае, надеюсь, на этом острове можно будет сделать укрытие. Какое-нибудь. Или хотя бы... Соорудить костер. Ничего, сейчас мы... Сейчас. Скалы такие, конечно, впечатляющие там вдруг. Значит, тут на этом острове нет краба, но зато здесь есть свиньи. Ну, мне кажется, на свиньих особо не продержишься долго. Что это? В этой игре объекты появляются просто вот из ниоткуда и... Ёлки-палки. Я этого корабля не видел издалека. А тут он появился. Неужели, говорю, вот, нельзя как-то сделать, чтобы адекватно все это было. Так. Систинный корабль может быть обследовать, наверное, только... Когда светло будет. Пока мы займемся... Сбором... Интересных вещей. Да уж, предметы тут не подсвечиваются, поэтому найти здесь что-то... Еще один корабль впереди. Это что? Ну, на корабле точно должно быть... Что-нибудь полезное для нас. Хотя бы, говорю, мне нужно одно только. Еще корабли-то что? Остров погибших кораблей? Это рифы. Да, это, наверное, рифы, и... Поэтому тут такое количество. Половинки. Не очень как-то естественно тут некоторые стоят. Опять ночью, вот, пришел, неизвестно куда, надо было оставаться. На острове спокойно там все сидеть. Не выпендриваться. Сейчас бы поспал бы. А потом уже... А потом уже... Занялся бы... Поиском. А мы, кстати, можем вот что сделать. Мы можем... С вами, наверное, здесь... Соорудить себе... Тоже жилище. Кстати, это удобная вещь. Иметь жилище везде, где только можно. Чтобы раз, если что, заблудился или попал куда-то... Сразу же... Спокойненько себе... Залег... Поспать. Отдохнул, дальше поплыл. Где-то еще ведь есть. Вот где-то... Где-то упали ведь они вон так. Так. Ну, две-то есть у нас. Теперь можем... Наверное, позаботиться о... Строительстве укрытия. Слушайте, ну тут трудно, конечно, сейчас различить. Поэтому... А, тут листья пальмы нужны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. С этим, наверное, будет трудно. Листья пальмы. Такое общее представление, конечно, получаю от этого острова, но... Так, четыре, что у меня еще тут можно что-то делать? А, еще есть. Веревка. Давайте я тут, да, еще одну сделаем в запас. Фикус, 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 фикус. А... Без листьев пальмы вряд ли я смогу что-то сделать. Опять юка. Эх... Там мне-то полно, а вот... То, что надо... Отсутствует, отсутствует, отсутствует... Так... Камень. Какие-то летучие мыши периодически меня атакуют. Хорошо, что хоть не вампиры. В каждом камне вижу ведро. Вообще, конечно, довели меня уже до... до белого коленя. Они с своим... Отсутствием припасов каких-либо. И, судя по всему, здесь еще и нету пальмы. Ни одной. И это меня тревожит. Так как... Еще юка. Да, юг тут полно. А вот пальм ни одной. Хорошо, хоть еще... Не такая темная ночь. Что-то видно. Кстати, который час. Ой, только 22. Тогда... Тогда... Я думаю, вот что надо делать. Кстати, а почему нельзя вот из... Тента-то вместо пальмы И сделать из этого из брезента, например, укрытие? Согласитесь, странно как-то. Ну, палки я добуду. Ладно. А почему нельзя укрыть из брезента и сделать, друзья? Так, а... А, разные типы этих плотов можно делать. Разные типы... Пола для плота. Ну, вот это вот здорово, а извините, укрытие я могу почему-то только из пальмовых листьев делать. Что за глупость? У меня брезента тут целый кусок. Палатку не могу сделать. Смешно просто. Да, друзья, я возмущен. Я возмущен, потому что у меня это создает определенные трудности. Вот, в процессе игры. То есть, я считаю, они необоснованы, эти трудности, конечно. Поэтому немножко возмущаюсь. Так, ну, мне делать просто нечего больше. Я решил переплыть обратно и спокойно там заночевать в своем убежище. Потому что проблематично немножко. Оказалось, здесь поселиться. Нужно хотя бы привезти какие-то пожитки. Кстати, хотел посмотреть, может быть, метода доплыть уж до этого острова-то. Где у меня водосборник стоит. Где-то он там. Не знаю уж. Главное тут не заблудиться. В любом случае, давайте, наверное, направимся к этому острову. Здесь самая короткая дорога, я так понимаю, непрямая получается. Обусловлено это тем, что по прямой можно легко заблудиться. Тем более, ночью сейчас мы не можем здесь ориентироваться. Если там хоть по свету как-то можно. Ночью, конечно, уже. Так, вот. В этом направлении там он, видно этот остров немножечко он там маячит. Так. Так, видим эти пальмы. Смотрите, а что же здоровье-то так понизилось у нас? Не понимаю я, в чем проблема. Ладно бы там, кто-то нас кусал или что-то было, а то просто половина здоровья. Может просто общего состояния такое? Я, честно говоря, не знаю. Так, 69 градусов по Фаренгейту, ночь. На 2 ноября, 4 дня. Выживаем. Ну, час 15. Время. Значит, я, наверное, здесь уже, раз прибыл к берегу, посплю, наверное, скорее всего, здесь уже. Так. Так, картофель, картофель, а... Так, еда-то у меня нормально, возьму с собой тогда пару этих... Парочку кокосов, а... Скину здесь кое-какие ресурсы, мне не нужные. Так, бревно. Железка вот эта. Да, мачета еще есть, да. Ну, за исключением того, что у меня нечего пить... А, ну так, действительно, для того, чтобы побороть эту жажду, наверное, все-таки сплаваем на первый остров. С него уже попробуем тогда добраться... Да, с него уже попробуем добраться до этого острова погибших кораблей. Так, вон, направление. Вроде задал немножко, чуть правее возьмем, чтобы обойти этот затопленный корабль. Да, утомительное, конечно, плавание тут все время. Можно, наверное, от морской болезни... Не знаю... Пострадать. Какой-то... Хотя, кстати, тут же нашли вот канистру с чем-то. Может быть, в нее можно... Не знаю, ее использовать бензин для чего? Для двигателей или что-нибудь подобного? Есть, вот есть, какой-то двигатель для быстрого движения. Не знаю, надо будет посмотреть, кстати, что предлагает эта игра. В качестве крафта, может быть, тут можно и двигатель собрать, наверное, какой-нибудь. Потому что, действительно, очень медленное перемещение, и они... Там, не связаны с каким-то боями или чем-то. Поэтому быстро становятся унылыми. Ну, ничего, остров я примерно различаю в этом лунном свете, конечно. Хорошо, что луна как раз направляет нас на этот остров. Она... Оттуда подсвечивает. Скажу, что акулы нету, которые нас в прошлый раз перевернуло. Вот, а так уже почти добрались. Сейчас можем уже попить, наверное. Что у нас с жаждой? Ну, немножко запас есть, конечно, но маловато, маловато. Так. Чем нас встретит наш дорогой первый остров? Во-первых, обилием воды. Это очень хорошо, потому что... Кстати... А, в ведре же мы можем воду, наверное, перевезти. Ну, ладно. Пока хотя бы сами напьемся. Все. Ой, мучает меня вопрос, друзья, можно ли его как-нибудь разобрать? Эти детали отправить куда-нибудь еще. Так, летучие мыши что-то разлетались. Ну, что ж, тогда, наверное, этот, здесь мы... Так, что огонь можем включить. Сейчас попробуем. Возьмем. Какой клал-то? Ага, вот так. Вот он, остров наш. Как вот разобрать бы. Крафт. Ну, что тут, карты, естественно, нету, наверное. Я просто сейчас кнопки себе проверяю. Может быть, какой-то есть функционал интересный. Да нет, вроде ничего нет особенного. А, можем вот что сделать. Так, мачете. Мачете. Так, мачете, мачете. Есть у нас юг-то где-нибудь. Выросло уже. Вот, по-моему. Нет. Не она. Вот она. Хочу попробовать скрафтить копьё и заколоть этого краба. Который так не хотел медоваться там. О, у меня как раз этих верёвок уже. Давайте попробуем сделать копьё. А, ну, наверное, уже копьё я буду делать в следующей серии, потому что это подходит к концу. Остаётся мне здесь, друзья, только записаться. И что? Отправиться спать. Сейчас поспим. Да, и на следующий утро мы уже продолжим в следующей серии. Вот. Это был Stranded Deep. С вами был Григорий. Выживание в Тихом океане на островах. Спасибо за внимание. Пока.